Доброе кино возвращается. Под таким девизом в Москве прошел 11-й международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Его проведение было приурочено ко Дню Народного Единства и празднованию Казанской икони Божьей Матери. Слово Эльвири Гордеевой. За 11 лет своего существования «Лучезарный ангел» стал уникальным явлением в отечественном и зарубежном киноискусстве. Это один из немногих кинофорумов столь масштабного уровня, где зрителям предоставляется возможность увидеть нравственные картины о преданности, чести, порядочности и любви. И абсолютно все они для семейного просмотра. Для участия в программе фестиваля были представлены 368 игровых, полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов из 26 стран мира. Фильмом «Открытие» стала картина известного российского актера и режиссера Сергея Никоненко «Охота жить» по мотивам рассказов Шукшина. «Я снял два фильма «Елки-палки» по его рассказам, а по утру они проснулись. Повесть написан для театра. И вот третий фильм, который сегодня я рискую предложить». В течение фестивальной недели прошли не только кинопоказы, но и творческие встречи, круглые столы, мастер-классы для детей. Состоялась художественная выставка «Божий мир глазами ребенка». И традиционно был дан старт проекту «Свет лучезарного ангела», в рамках которого лучшие фильмы фестиваля демонстрируются в разных городах России и за рубежом. Закрытие масштабного кинофорума состоялось 7 ноября. В ходе торжественного вечера к собравшимся обратился духовный попечитель фестиваля, святейший патриарх Кирилл. С каждым годом фестиваль «Лучезарный ангел» набирает силу. И само по себе это движение заслуживает глубочайшего уважения и признательности, потому что очень непросто делать доброе кино. А еще труднее внедрять это кино в кинопрокат, чтобы это кино реально достигало зрителя. Председатель оргкомитета кинофестиваля «Лучезарный ангел», председатель попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светлана Медведева, огласила приветствие председателя правительства России Дмитрия Медведева. Сегодня мы осознаем, как важно не остаться равнодушным, сопереживать, сочувствовать, открыть свое сердце любви к ближнему, к своему дому, к своей семье, к своей родине. Поэтому наш кинфестиваль призван сделать мир внутри себя, так и вокруг нас, лучше. Затем состоялось вручение призов фестиваля в различных номинациях. Больше 20 лауреатов кинофорума получили дипломы, статуэтки «Лучезарный ангел» и денежные премии. Гран-при конкурса был удостоен фильм «Испытание» российского режиссера Александра Котта. Заключительным мероприятием вечера стал показ этой картины.